В стенах Тверского государственного университета состоялось открытие юбилейных 30-х каргинских чтений, посвященных 190-летию со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева. Школьники, студенты, аспиранты, сотрудники учебных заведений и предприятий из разных регионов нашей страны получили уникальную возможность для обмена опытом и демонстрации своих знаний и достижений. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Коргинские чтения — всероссийская научно-техническая конференция молодых ученых в сферах физики, химии и новых технологий. Валентин Алексеевич Коргин — советский физико-химик, специалист по коллоидной химии и полимерам, основатель советской полимерной школы. Талантливый ученый родился и провел свои юношеские годы в Твери, поэтому в нашем регионе его особенно чтят. Конечно, для нас сегодня коргинские чтения, которые являются юбилейными чтениями, они особо значимы. И не случайно эти чтения проходят на Тверской земле. Это очень интересная экскурсия, это благотворная работа, это, наверное, выработки новых ориентиров научных исследований. Основными целями проведения коргинских чтений является развитие и реализация научного потенциала учебных заведений, создание среды профессионального общения с целью обсуждения наиболее актуальных научных проблем и обмена научными достижениями. Опыт и знания, которые получают участники конференции, безусловно, помогают им и в практическом производстве на предприятиях региона. Наши студенты в основном это, конечно, аналитики, но и так же, как инженеры работают на наших ДКС, Афанасий, Реткина, во многих, где есть химия, там наши студенты. И сейчас очень как бы востребованы. Специалисты в области физики, химии и новых технологий в нынешнее непростое время санкций и экономического непостоянства действительно очень востребованы. Ведь сейчас особое внимание в нашей стране уделяется развитию отечественной промышленности и предпринимательства. Научные работы участников конференции, студентов и молодых ученых публикуются в сборнике научных трудов, который включается в Российский индекс научного цитирования и размещается в научной электронной библиотеке. Традиционные каргинские чтения для молодых ученых — это отличная возможность раскрыть свой творческий потенциал и выбрать профессиональный путь. И как знать, может, из сегодняшних начинающих ученых вырастут новые светила отечественной науки. Продолжение следует...